привет друзья сегодня мы находимся на том же самом месте на котором пару недель назад мы проводили тесты сброса и сейчас я приехал на это место для того чтобы сделать небольшое дополнение вопрос который задал один из подписчиков алексей громов спасибо ему за этот вопрос сколько сможет пролететь этот квадрокоптер с максимальной загрузкой то есть мы решили поставить сюда дроп систему от дэна из севастополя и попробовать пролететь максимальной загрузкой по 400 грамм на каждую половинку каждая половинка дроп системы будет заряжена весом 400 грамм почесав репу я решил сделать в конечном итоге у меня получились две вот таких штучки для того чтобы они не выпадали поскольку гаечки на 18 получается чуть меньше диаметром чем 30 миллиметров я подмотал сюда двухсторонний скотч который утолщил эту систему и теперь она может плотно вставляться в дроп систему поэтому сейчас готовимся и погнали весна наконец и у нас в сибири вошла в свои права кругом все тает по крайней мере днем но тем не менее уже тепло можно пользоваться всеми прелестями этого прекрасного времени года значит дроп система у нас вот кто не знает что она из себя представляет рекомендую посмотреть два предыдущих ролика посвященные системам сброса там я подробно рассказал про нее и про ты тестировал ее ссылки на эти ролики вы можете найти в описании к этому видео вот такие чушки получаются у нас вес дрона вообще реально тяжелая не знаю как он взлетит вообще и сколько он пролетит то есть получается у нас загрузка 133 плюс 410 и плюс 410 и плюс еще скотч там грамм 5-6 и того загрузка дрона составит 959 грамм ну 960 для ровного счета тяжело ему придется болен так значит задача нашего теста улететь на максимальную дальность подвешенными 960 граммами это почти максимальная загрузка по тому тестированию которое я проводил в одном из предыдущих видео на максимальный подъем веса и еще один нюанс дрон летит с винтами enterprise то есть у него грузоподъемность чуть выше чем при тех же условиях со стандартными винтами ну и я никому не рекомендую проделывать этот эксперимент потому что я не знаю чем он закончится как подвес не готов не летите все нормально у нас пульт ду проверим свет вспомогательный нижний свет откал все хорошо кнопка а у нас снизу это свет не нажать бы ладно полетели бле очень тяжело набирает высоту дрон волнуюсь за него прям сильно все не держит высоту по ходу так вот если приостанавливаю что набор высоты получается делать а если лечу вперед то дрон начинает высоту терять ну если он улетит на километр то я буду возвращать его назад с грузом вау километр я хренею неужели он пролетел два километра с этим грузом почти уже почти вернулся разворачиваемся еще полетели вперед короче температура аккумуляторов разогрелась уже на 59 градусов что-то мне не нравится все это дело давайте заканчивать 60 градусов ну и теперь давайте посмотрим сброс даже с такой небольшой высоты у нас получилась вот такая вот попадалово а если бы эта высота была 50 метров короче посадил дрон сугроб температура аккумулятора у нас достигла 61 градуса после двух километров 300 почти метров там но это максимальная загрузка то есть дрон с максимальной загрузкой пролетел расстояние больше двух километров и при том еще мог лететь дальше но там уже работа на износ потому что и так нагретый аккумулятор до 60 градусов сами понимаете хорошего из этого будет мало моторы при этом чуть-чуть теплые да для батарейки этот тест оказался суровым потому что прошлый раз я рассказывал о том что у меня батарейка вспухла с одной стороны а теперь я смотрю она вспухла с другой стороны также и снизу и сверху и вопрос это та же батарейка которая была вспухшая или это вторая батарейка у меня вспухла пойду посмотрю да вспухла еще больше батарейка которая у меня уже была вспухшая вторая батарея у меня абсолютно ровненькая и она на этот тест не попала может быть к счастью ну а эту буду долетывать для нее лежат свежие банки которые ждут своего часа чтобы провести замену в этой батареи попробовать ее реанимировать посмотрим как это выйдет последний тест получился самым жестким самым суровым поэтому поддерживаем это видео ставим лайки теперь мы знаем на что способны дроны аутель хотя наверное кому надо те и так прекрасно это знают но тем не менее я в очередной раз порадовался что стал владельцем такого замечательного аппарата а на этом все до новых встреч пока